Вот мы находимся в Ехайосе. Приехали попить кофе, а кофе нет. Образование в Испании до первой класса не очень высокий. Высокий уровень образования. А старшие классы, когда идут, там уже хочешь, не хочешь учишься. Поэтому никто тебя не заставляет. Плохо учишься, тебя пропускают и все. Выгонять здесь не выгонять, как в Советском Союзе, как и в наших странах. Поэтому можно учиться, как хочешь. Мадрид выше уровень образования, чем в нашем регионе. Мадриде. Многие состоятельные люди, у кого есть деньги, детей отправляют в Мадрид учиться. В Аликанте много университетов, но много факультетов. Там один целый район университетов. Называется Аликанте университет. Там и общежитие, и все. Там и юридический факультет. Потом экономический. Экономический, я не знаю, но я знаю, что, по-моему, есть. Там какие-то еще факультеты эти, скажу, дизайнерские и так далее. Допустим, в Швейцарии образование, у детей нету каникул, в принципе, в большом счету, летних. Там, сколько там, две недели? Две недели все, каникул нет в Швейцарии. У нас соседка, швейцарка. В Испании, в первые классы, у них очень сильное образование. Очень сильное. Там очень много детей. У них и английский с первого класса изучают они. И алфавит, и так далее. И считать. У вас сколько лет? Три года. Вот мой сын ходит с трех лет, и у них уже алфавит английский изучают в обгновенной школе. Ну, испанский язык, хорошо, что когда дети знают, это один из самых больших языков. Да, еще английский. Если два языка знают уже, и еще русский, потому что будешь разговаривать, да он по-русски. Да, она, может быть, не будет писать, а не читать, но разговаривать они будут разговаривать, понимать. Все. Три языка ребенку, если знать, это большие возможности. Они идут в школу, с собой, там даешь булочку, что-то такое, фрукт какой-то утром кушают они. Потом они учатся, уроки у них какие-то, рисование, там свои имена учат писать им их. А потом они комедор у них в час, и после часа их выводят на площадку, и они играются. Школы все закрыты, к школе чужой человек не может подойти, там все ограждено, и каждому родителю дает воспитательница ребенка в руки. Поэтому, как бы, никто там не... чужой не возьмет ребенка. И можно подписываться за каждого ребенка, чтобы кто-то другой забирал. Он должен оставить телефон и познакомить ее с учительницей, чтобы она выдавала ребенка другим людям. У них безопасность детская очень сильно работает, потому что, в том плане, что, я думаю, причина того, что были какие-то инциденты, поэтому они сейчас сделали так. У многих школ даже заборы затемненные. Не надо заглянуть, кто на площадке играется. И чтобы дети не выбежали никого на улицу. И, во-вторых, когда школа начинается, всегда полиция стоит на перекрестках, движение останавливает, чтобы не проиграть ДТП, чтобы детей не избили. Потому что маленькие дети, они, понятно, что они не ходят по зебре. Они бегут куда видят. Да, и очень удобно тем, кто пешком... Пешком приходит, и поэтому это очень удобная сделанная система, которой в наших странах не было никогда такого. Сколько было инцидентов, что детей сбивали, когда они приходили в школу. А здесь все ограждено. У нас ни одна школа не ограждена. Может быть, час награждены, а так, в принципе, ни одна не ограждена. Это большой плюс. Испания более продумана в этом плане, что она уже Европа. Не как мы. Типа Европа. А это уже Европа, уже давно. Тренера приходят в школу, видом спорта их учат. Футбол играют. Потом они уже идут, когда заниматься, они уже знают тренера. Тоже это. Тренер уже может и выбирает среди детей потенциалов. Он тоже не зря же тренер. Приходит в школу. Поэтому в испании футбол. Любовь и спорта 20 евро стоит заниматься. По большому счету. 20 до 30. Половина платит государство, половина ты платишь. Конный спорт, какой хочешь. У нас вон гольф. Гольф не знаю, но вот. Да? Гольф. Конный спорт. Футбол. Плавание. Бассейн круглый год. Плаваешь. У меня знакомые дети теннисом занимаются. В Монусине есть теннисные корты. В Албире. Можно частные брать практики. Там тренироваться. Там будет дороже. А так, в принципе, там недорого. В Испании сильно развивает футбол. Поэтому у них в каждом городе по много стадионов. Майки город Алтея. А у них два стадиона. Один с искусственной травой, другой с натуральной. Искусственная для тренировок, натуральная для игр. Командат приезжает. Он с Валентии приезжает? Да, с Валентии приезжает. У них в каждом городе своя команда. В Бенедурме их вообще очень много команд. В Алтея, Алфасе есть команда. В Алтея команда Кальпы команда. В Кальпах большой стадион. Тоже плаваю. А в Кальпах и плавание. И теннис с большого площадка. В Лануси большой центр. Спортивный. Спортивный. Очень большой. Там и теннис, и падл. Все есть. В Аликанте большие стадионы. В Аликанте целый район спортивный. Построенный. Целый. Там и гамбол, и что-то такое нету.